ВЫПУСКАЯ НОВЫЙ ТОВАР НА РЫНОК Минская типография. Один из лидеров в Республике Беларусь по производству картонной упаковки. Полный, замкнутый цикл производства с уникальным оборудованием и производительностью более 10 тысяч листов в час. Упаковка для сигаретной продукции и парфюмерии, шоколада, хлебопродуктов, медицинских препаратов и промышленной продукции. Спектр товаров, для которых сегодня производит упаковку минской типографии, довольно широк. Сегодня. А 25 лет назад. 1987 год. Перестройка. Хаос и неразбериха. Многие крупные и когда-то успешные предприятия не выдержали новых жизненных реалий. Чтобы выжить в это нелегкое время, нужно было немного больше. Чем просто работать и просто руководить. Создавалось это предприятие, скажем так, не в легкое время, когда развалилась большая страна, когда все, был полный хаос, неразбериха, и надо было принимать быстрые и четкие решения. В этой атмосфере было принято, пожалуй, смелое и единственно правильное решение. На производственной базе табачной фабрики, которая явно уступала позиции своим конкурентам создать типографию. Уровень качества Гродненской табачной фабрики был несколько выше, достаточно выше, и курильщики предпочитали продукцию Гродненской табачной фабрики. Шло становление нового предприятия. Формировался трудовой коллектив, в который вошли как старые работники, так и молодые специалисты. Вскоре на Минской типографии появился участок литографии. Было приобретено новое технологическое оборудование, организовано производство тары и упаковки. Первым директором Минской типографии стал Валентин Сергеевич Орел. На его плечи выпало тяжелое время вести преобразование производства на выпуск полиграфической продукции. Это был очень целеустремленный человек. Конечно, благодаря ему, когда закрылась, ликвидировалась табачная фабрика, здесь возникла типография. Здесь могло бы ничего не быть. В декабре 1997 года Минская типография перешла в ведение управления делами президента Республики Беларусь. Это стало началом нового этапа развития предприятия. В 1998 году был осуществлен запуск участка штампов с лазерной резкой. Началось строительство цеха упаковки в поселке Атолино. По сути дела, собственными силами, изучая опыт соседних стран России, Украины, Минская типография освоила сложную новую технологию глубокой печати в изготовлении картонной упаковки. Цех был оснащен полным комплексным оборудованием для изготовления современной полноцветной картонной упаковки способом глубокой печати. С момента изменения производственной деятельности предприятия началось фактически формирование нового трудового коллектива Минской типографии. Сегодня здесь работает немало молодых специалистов, окончивших вузы нашей страны, которые, опираясь на опыт и знания ветеранов производства, помогают Минской типографии остаться одним из передовых предприятий в своей отрасли. Коллектив, который сегодня трудится на Минской типографии, это, я бы сказал, сплав опыта и молодости. Когда тут начинала работать человек, ну я точное количество не знаю, но что-то было там 20-30 человек, а теперь это уже более 100 человек. Объединение с республиканским унитарным предприятием «Белорусский дом печати» освоение новых технологий и нового оборудования вывело Минскую типографию на новый виток развития производства. В 2004 году Минскую типографию передали Белорусскому дому печати в качестве дочернего предприятия с такими словами «Вы полиграфисты, вы и разбираетесь». Ну и пришлось разбираться, пришлось вникать в упаковку, которая от нас была достаточно далеко, потому что Белорусский дом печати – это комбинат печати по выпуску, прежде всего, периодических изданий. Тем не менее, мы совместно с руководством Минской типографии шаг за шагом нарабатывали технологии, нарабатывали необходимые оборудования, которые нужно было приобрести. Получился коллектив единомышленников. Они начали разговаривать на одном языке и начали его направлять и развивать в нужном направлении. Естественно, это все послужило толчком к вот такому бурному развитию производства и выхода на новые рубежи по выполнению всех тех требований, которые обусловлены сегодняшним рынком. Ввод в эксплуатацию нового оборудования, полноцветные овсетные печатные машины, позволил предприятию освоить выпуск сигаретной упаковки более высокого качества. Резко возрос объем производства продукции. Вот что об этом событии в 2009 году сообщило агентство телевизионных новостей. Такой машиной в стране может похвастаться мало какая типография. Она появилась здесь всего несколько месяцев назад. Но события этого ждали давно. Еще год назад цеха типографии выглядели по-другому. В управлении делами президента решили здесь все модернизировать. Новая линия позволила почти на 100% обеспечить качественной упаковкой отечественных производителей сигарет. Предприятие смогло освоить производство пачек вот с такими закругленными углами. Кажется мелочь, но тем же конкурентам Прибалтам это не удалось. На печать здесь теперь выстраивается очередь из заказчиков. Мы к прошлому году в действующих ценах проявили продукции на 140%. Объемы продукции растут. Вот думаем, как больше делать. Простой новому оборудованию не грозит. Уж очень многим белорусским производителям нужна качественная упаковка. Благодаря техническому перевооружению печатного цеха Атолина, куда в ближайшее время полностью переедет минская типография, продукция предприятия пользуется повышенным спросом в республике и в значительных объемах поставляется на Брестский электроламповый завод, акционерное общество «Мозырь-Соль», Борисовский завод медпрепаратов, Брестский чулочный комбинат и другие предприятия Беларуси. Но самым крупным и постоянным заказчиком является Гродненская табачная фабрика «Неман». Многие годы фабрика искала надежного партнера для поставки картонной упаковки для собственной продукции. Выбор был остановлен на минской типографии, которая на сегодняшний день удовлетворяет полностью потребностям фабрики. Современные мировые тенденции направлены на усложнение дизайна, на использование новых технологий для обеспечения более привлекательной, более технологичной упаковки. Минская типография отслеживает передовые технологии в области полиграфии и старается их использовать при производстве этикетки. Профессиональный подход и высокое качество производимого товара – вот на что делает упор при работе минская типография с деловыми партнерами, в том числе и за рубежом. Сотрудниками минской типографии постоянно ведутся переговоры, поиски, расширение рынка сбыта. Минская типография ведет достаточно плотные переговоры с мировыми табачными компаниями по изготовлению локальных марок для белорусского рынка с надеждой на будущее об расширении данного сотрудничества. Специалисты минской типографии постоянно совершенствуют элементы отделки упаковки для того, чтобы продукция предприятия могла уверенно конкурировать на внутреннем и внешнем рынке с товарами других компаний. Мир упаковки не стоит на месте, он постоянно совершенствуется. Водятся новые дизайны, вводятся новые элементы отделки картонной упаковки. На сегодняшний момент пачка должна быть яркой, красивой, узнаваемой. Потому что сегодня упаковка, особенно в табачной, это продавец товара. Для изготовления этого статусного товара необходимы такие составляющие, как полиграфия. В полиграфию сюда входит что? Это допечатанное оборудование, печатанное и послепечатанное оборудование. На данный момент на вооружении минской типографии имеется пятикрасочная овседная печатная машина. Пять красочных секций плюс лак вододисперсионный позволяет изготавливать пятикрасочную продукцию с нанесением вододисперсионного лака. Максимальная производительность – 16 тысяч листов в час. В месяц на ней выпускается порядка от 3,5 до 4 миллионов листов. Штанцевальный автомат с секцией удаления отхода. Предназначен для изготовления картонного кроя. Используется практически все для изготовления, опять же, той же табачной упаковки. Автоматический пресс для тиснения и вырубки. Предназначен для отделки отпечатанной продукции. Это нанесение фольги, голографической фольги, конгревного тиснения и совмещенного тиснения. И это далеко не полный список оборудования, которые использует сегодня Минская типография для производства своей продукции. Что ж, предприятие не стоит на месте. Минская типография закончила монтаж и вводит в эксплуатацию новый вырубной пресс, который позволяет увеличить мощности нашей типографии практически в полтора-два раза. Отличается от старого оборудования высоким уровнем автоматизации, 100% контролем качества выпускаемой продукции сигаретной упаковки. В общий комплекс мероприятий по техническому перевооружению цеха по производству упаковки входит также и закупка новой печатной девятикрасочной машины. Это позволит нам сделать не шажок, а такой ощутимый шаг вперед. Срок окупаемости данного оборудования будет меньше семи лет. Минская типография – первая типография, которую удалось приобрести такого рода оборудование в Республике Беларусь. Мы к этому шли, мы этого добивались. И задача наша в ближайшее время – освоить эти технологии и загрузить их на полную мощность. В Европе выпуск картонной упаковки на одного жителя, наверное, где-то достигает уже больше 50 килограмм. В Беларуси это еще до 10. Данная модернизация позволит нам расширить ассортимент выпускаемой продукции, а также предложить наши услуги парфюмерной промышленности, медицинской промышленности, пищевой. Естественно, перед нашим предприятием стоит задача освоения рынка экспортной продукции и выход с ней на российские и европейские рынки сбыта. Мы достаточно оптимистично смотрим в будущее и надеемся, что и в дальнейшем будем развиваться такими же темпами. В этом году Минской типографии 25 лет. 25 трудных перестроечных лет. Времени становления, перевооружения, формирования нового коллектива. Нелегкие это были годы. Но сегодня, имея за плечами многолетний опыт, мощное высококлассное оборудование и, конечно же, коллектив людей, профессионалов своего дела, можно с уверенностью сказать. Минская типография по праву носит звание столичного предприятия, выпуская продукцию высочайшего уровня, следуя ведущим мировым тенденциям. Смело глядя в завтрашний день. Минская типография по праву носит звание столичного предприятия.